Приветствую! Поговорим о том, как выезжают мужчины из Украины по состоянию на 7 января 2024 года. Если описать ситуацию в целом на границе, то можно описать следующими словами. Полная неопределенность. Почему так? Потому что в большинстве случаев мужчина, который едет сейчас на границу, понятия не имеет, выйдет он или нет. Почему так? Потому что нет никакой устоявшейся практики, нет единой практики, единых подходов к определению тому, выйдет мужчина из Украины или нет. Есть только несколько случаев, в которых можно уверенно сказать, что вот если эти документы у человека будут, и если там написано будет вот так, то он точно выйдет. Какие это случаи? Ну, первое, это, если мы говорим, едет человек, который признан непригодным к воинской службе с исключением с учета. При этом у него есть и военный билет, либо тымчасовое посвящение войскового зубов язвенного, и справка ВЛК, и обязательно и там, и там указано, что он непригоден с исключением с учета, и при этом обязательно в военном билете должно быть указано, что он исключен на основании пункта 3 статьи 6 статьи 37 закона Украины ОВО и ВС. Вот в этом случае точно человек выезжает. Ну, естественно, если документы неподдельные, да? Но этот момент они проверяют, если с документами все в порядке, такие записи позволяют выехать. Далее, выезжают 100% те люди, которые имеют документы, дающие возможность выехать в соответствии с правилами пересечения госграницы. Плюс к этому у них есть военно-учетный документ, либо справка от ТЦК и ИСП об отсрочке. Да, вот сейчас уже можно сказать, что на границе пропускают и в том случае, если отметка об отсрочке есть, например, во временном удостоверении военно-обязанного, и если есть отдельная справка, в которой указано, что человеку предоставлена отсрочка. Далее, хорошо, выезжают сейчас люди, которые имеют инвалидность. Причем здесь мы говорим о инвалидности в первую очередь третьей группы, потому что к ним всегда по максимуму вопросов. При этом вот за последние три дня у меня выехало там 7-8 человек, и что самое важное, они выехали все с первого раза. Вот это немаловажный момент. И ни у кого из них не было отсрочки, то есть было пенсионное, либо удостоверение о получении соцпомощи, и этого было достаточно, чтобы люди пересекли границу. Далее, люди, которые сопровождают. Вот здесь больше всего проблем, потому что им чаще всего отказывают. Независимо от оснований сопровождения. Едешь ты с родителями, и у вас там совместная прописка. И родители с инвалидностью первой и второй группы. Либо родителям нужен догляд, и подтверждается это выставка МЛКК. Либо даже у тебя оформлен догляд, и ты получаешь компенсацию. Вот здесь больше всего проблем. При этом, почему я говорю, что полная неразбериха и отсутствие единых подходов? Потому что те люди, которые едут, получают отказ, вот сопровождают родителей, получают отказ. И что я им всем советую? То, что и вам сейчас посоветую. Ехать на другой пункт пропуска. Почему я это советую? Потому что со второй попытки все, кто поехал, все выехали. Та-дам! Как работает законодательство на границе? На одном пункте пропуска тебя выпустили, на другом тебя не выпускают. В чем смысл? Непонятно. То есть все упирается, я не знаю во что, в настроение пограничников, в то, кто начальник смены, какие у него взгляды на жизнь. Во что угодно это упирается, кроме в действующее законодательство. Вот там это не принципиальный уже момент. Поэтому всем советую. Если вы сейчас едете, если вам даже дали письменный отказ, просто едьте на другой пункт пропуска. И у вас хорошие шансы будут выехать. Ну и естественно, это мы говорим о тех ситуациях, в которых у вас есть все документы, которые необходимы для выезда, согласно действующей редакции правил пересечения государственной границы. А она, напомню, не поменялась. То есть с 1 января, либо с 29 декабря, можно считать, ничего не изменилось. Поэтому езжайте и будьте готовы к тому, что придется ехать на другой пункт пропуска. На сегодняшний день это самый эффективный в плане скорости выезда способ. Потому что если вы поедете назад, пойдете в ТЦК, оформлять отсрочку, это может легко затянуться на месяц. Вас на ВЛК будут отправлять и так далее. Пока это все пройдете, месяц уже и тоже пройдет. Поэтому отказали, едем на, соответственно, другой пункт пропуска. Искать какую-то полезную информацию на сайтах или в телеграм-каналах ДПСУ смысла нет. Пока они удосуживаются публиковать только такие интересные посты, где насмехаются над людьми, которые пересекают границу. И, ну, всяческими словами их там называют из серии ухылянты, перебежчики и прочее. Что, на мой взгляд, вообще недопустимо в государстве. И государственные органы не могут публиковать в такие посты. Ну, вот, как, например, вот это, да, где используется терминология, ну, мягко говоря, неофициальная, а, мягко говоря, не соответствующая тем правилам поведения, которые должны выполнять военнослужащие. Да, ДПСУ это же военнослужащие. Ну, почему-то они решили выбрать такую политику и относиться к людям именно так. При этом никакой информации о том, какие документы нужно предоставить на границе, да, под новым их каким-то правилам внутренним. Откуда у них полномочия вообще проверять эти документы, да, например, вот откуда полномочия у пограничника проверять документ об отсрочке человека. Ну, нет у него таких полномочий, не предусмотрено ни одним нормативно-правовым актом предоставление на границе такого документа. Даже правилами пересечения госграницы это не предусмотрено. Все равно почему-то пограничники считают, что они могут проверять. Но, возможно, они просто не читали статью 19 закона, ой, конституции Украины, да, где сказано, что госорганы могут действовать только тем способом, который предусмотрен законами Украины. И вот только так они могут действовать. И если нигде не написано, что ты имеешь полномочия проверять документы об отсрочке, то ты не имеешь этого полномочия, и ты не имеешь права у человека его требовать. К сожалению, реальность у нас расходится с Конституцией Украины, и мы только надеемся на то, что мы придем к тому моменту, когда в Украине Конституция на 100% будет выполняться, и каждый госслужащий, каждый военнослужащий, и каждый гражданский будет придерживаться того, что написано в Конституции Украины. Надеемся, пока мы на этом. Ну а реальность, она немножечко другая. Все, друзья, буду заканчивать. Если вам это видео показалось полезным, либо вы разделяете мои мысли, ставьте ему лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал, и также приглашаю вас в свой Telegram-канал. Информация о нем есть вот здесь, или вот здесь, не знаю, потом посмотрите. Вот, а я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.